Как я проговорила уже тему первого мастер-класса, это супрематизм. Если перевести на русский язык, всем понятный, это направление в современном искусстве, которое было у нас в начале 20 века. Если попробовать это сейчас все натянуть на маникюр, это абстракция. Это другими словами абстракция, причем абстракция, она может быть разная в данном контексте. И вот сейчас я покажу на примере весенних журналов. Сейчас я прям покажу, чтобы вы понимали, что я это не придумала. Это Vogue весна и это ID, тоже весна. Это два весенних журнала. И так случилось, что мне попались именно эти две статьи. Сейчас мы даже найдем это слово. Я когда прочитала, думаю, ну все не просто так происходит. Я понимаю, что все мастера маникюра, возможно, далеки от таких понятий, как современное искусство и течение начала 20 века, какие были эти современные искусства. Но иногда, я так думаю, для вдохновения полезно послушать такие нестандартные темы. Я очень люблю Казимира Малевича и его «Черный квадрат». Это первый человек, который вел понятие вообще как бы беспредметное искусство. Ну, один из первых. Если взять Кандинского, у Кандинского тоже в этом плане очень много беспредметной живописи. И вот эта беспредметность, она в рамках маникюра у нас, в принципе, присутствует последние, наверное, 4 года. Да, из сезона в сезон у нас все равно есть тема минимализма. И этот минимализм, он у нас прочитывается через какие-то абстракции, сделанные при помощи изогнутых линий всевозможных, да, что-то там вот такое, как у меня на ногтях. Вот это беспредметное искусство, я уже говорила, да, в самом начале, может отображаться через такую, знаете, угловатую геометрию. Это когда, может быть, квадрат, линия, треугольник, какие-то просто асимметричные фигуры, вот, которые могут составлять очень красивую, прикольную композицию на ногтях. И смотрите, я специально взяла неяркие сочетания, я не стала брать, как вот у меня на руках сейчас, New Generation, потому что я с этой коллекцией буду работать чуть попозже, и буду показывать другой тип абстракции. Геометрия, линия, квадраты, треугольники, круги, они еще долго будут с нами, потому что вы видите, как много этого в интерьере, и это встречается в одежде. Ну, смотрите, вот если взять гардероб, в одежде геометрия, она выражена не через принт. Вот смотрите, вот если интерьер, он выражается через принт, то если мы возьмем одежду, вот смотрите, это вот прям статья из весеннего Vogue, то здесь, если мы берем именно фасон и покрой этой одежды, минимализм такой ярко выраженный. И вот здесь, если посмотреть, какой должен быть маникюр. Он здесь может быть как однотонный, но если вы, например, такой дизайнер маникюра, то он может быть вот как раз через тему супрематизма, да, вот такой квадратной геометрии. И вот даже если взять модели, которые вот здесь вот представлены, да, здесь через тему красного идет представленность, если посмотреть, даже элементы картин Малевича как-то отображены, видите, фотографии. Призма, она очевидна, это такая призма супрематизма. Вот, поэтому я вам сейчас предлагаю сделать маникюр именно через вот эту призму, потому что я геометрию вам показываю из сезона в сезон постоянно. Просто какие-то разные цветовые гаммы. Вот, если брать с точки зрения художественной росписи, да, это, наверное, самая сложная художественная роспись, потому что присутствуют абсолютно прямые чистые линии, а их вручную рисовать как раз сложнее всего. Мне вот показалось, что супрематизм лучше сделать через коллекцию Cover Girl, потому что здесь идут такие красно-бордовые, коралловые цвета. Очень хорошо вот подходит конкретно вот ту тему, которую я сейчас увидела в журнале. Я очень вдохновилась этой статьей и сделала вот такие варианты дизайна. Легче всего абстракцию делать, смотрите, вот всегда в рамках какой-то одной коллекции. Это правда намного легче, потому что когда вы начинаете сами выдумывать и подбирать цвета, это сложно, потому что не у всех есть художественное образование, не у всех есть вот эта интуиция, потому что многие чисто интуитивно умеют комбинировать цвета, и они классно дружат. Вот. А я вам говорю о том, что классно брать, проще всего, вот у кого нет этого чусья, этого видения, в рамках просто одной коллекции. Вы знаете, компания Эми всегда выпускает коллекции 6-8 цветов. Вот вы берете в рамках одной коллекции, даже если взять New Generation, она достаточно яркая, такая разношерстная коллекция, но, несмотря на это, все цвета, если положить сразу на один ноготь, они будут дружить. Вот. Поэтому кому попроще и полегче, это вариант вот такой, работать в рамках одной коллекции. Вот можете, кстати, сфотографировать номера. Вот. Еще мне нравится, когда, смотрите, здесь один цвет маникюра и есть дизайн, а здесь вообще совершенно другой цвет маникюра. Тоже очень круто смотрится. Когда две разные руки. Раньше это была, знаете, такая прерогатива мастеров маникюра, потому что нам некогда, это наша витрина. Вот. То сейчас это прям такой ярко выраженный тренд, и очень часто используется именно у молодых клиентов. Они любят все разное, и этим они отличаются. Поэтому предлагаю сделать сейчас однотонное белое покрытие, и будем с вами рисовать. Так, и кисть лучше взять 5 дробь 0, длинная синтетика. Вот, 5 дробь 0, длинная синтетика. Смотрите, я всегда учу, как работать с вдохновением. Если, например, мы возьмем работы Казимира Малевича, да, например. Вот она четко выражена, беспредметная композиция, где в качестве элементов присутствуют геометрические фигуры. Вот. Это я, видите, эскизы. Люблю рисовать заранее. И можно рисовать эскизы, но их легче делать, когда, например, у вас есть уже фотография. Фотографии, кстати, всегда распечатываете репродукции небольшого размера. И, например, делайте вот такое окошечко, и смотрите, при помощи окошка делайте поиск уже готовой композиции. Это у кого, например, проблемы с композицией, и вы из головы ее взять не можете, вам очень сложно. Вот, поэтому таким девочкам я рекомендую всегда работать вот с такими окошками. Так намного проще, легче, и получается правильно. Вот. Ну, кто умеет чувствовать эту композицию, понятно, что можно взять и вот таким образом, как я поступила, нарисовать самостоятельно там будущие эскизы. Вообще, рекомендую работать с эскизами, вот с такими заготовками, рамочками, потому что это все продает дизайн клиенту. Ну и, конечно, ваш маникюр. То, что вы хотите продавать клиенту в качестве покрытия декоративного, а оно продается только через какие-то визуальные моменты, это могут быть типсы, приклеенные на рамку, это может быть ваш маникюр. Вот, потому что даже каталога, дайджеста, иногда недостаточно, да, потому что она может пролистать, и ей это будет недостаточно. Когда она видит это живьем, она, может быть, сегодня у вас не купит, но на второй и третий приход купит. Дизайн его нужно, конечно, продавать. Сам по себе дизайн продаваться не будет. Ну и обычно вот так вот перед глазами кладу эскизы. Я возьму вот такой вот персик приглушенный и кисть именно длинная. Как я уже говорила, если вы периодически будете тренироваться в геометрии, у вас будет очень хорошо поставленная рука. Геометрию легче рисовать, когда кисть параллельно поверхности идет. Если вы ее ставите перпендикулярно, рисовать геометрию очень сложно, поэтому старайтесь всегда кисть укладывать параллельно ноготку. Ну, с одной стороны, не очень комфортно худой кистью заполнять эти квадраты, но зато худая кисть, она позволяет сделать четкие, чистые края у нашей геометрии. Ну и, конечно, не пить кофе. Не пить кофе, как это сделала снова. Я каждый раз говорю, ой, опять выпила кофе, у меня руки трясутся. Каждый раз я его пью, порно. Это зависимость, да. Поэтому геометрия очень хорошо формирует ваш навык владения кистью, потому что действительно это сложнее, чем рисовать дрожащую линию. Ну, мы сегодня с вами несколько типов абстракции. Вот сейчас у нас абстракция, такой супрематизм Малевича, это когда четкие, чистые формы. Чуть попозже я буду показывать футуризм. Там формы как раз могут быть разные. Они могут быть и волнообразные линии, и рваные линии. Параллельно поверхности, либо угол где-то 30 градусов. Все, сушим. Теперь берем следующий слой гель-лака. Видите, они в принципе в рамках коллекции, цвета не яркие, но не стандартные. И очень хорошо смотрятся вместе. Вот очень хорошо смотрятся вместе. Тем более, сейчас зеленый цвет, это тренд. И зеленого сейчас очень много, и он разный в одежде. И маникюр спокойно может быть вот таким зеленым. Но, как Аня сказала, сам по себе зеленый, это плохой фон для дизайна. Поэтому зеленый, он может выступать только как самостоятельное покрытие. Поэтому дизайн я как раз делаю на белом фоне, а весь остальной маникюр можно поддержать уже вот таким зелененьким. Кстати, можно еще вот таким образом делать. Я очень люблю вот такой вариант, когда покрытие не делается под кутикулу полностью, а частично только. И вот, чтобы поддержать тему геометрии, да, и супрематизма Малевича. Здесь можно сделать просто два квадрата, один под основное покрытие. Это будет зеленый. А возле кутикулы сделать второй квадрат, но только часть кутикулы захватить. Белый. Зачастую, вот, быстрее сделать покрытие через декор. Намного проще и быстрее сделать именно вот такое покрытие. Потому что оно вроде как бы покрытие, да, но отсутствует вот боковая сторона, здесь часть кутикулы. Таким образом, во-первых, количество слоев сэкономить, потому что в этом случае можно попробовать, постараться гель-лак нанести в один слой, да, не делать в два слоя, сэкономить время и нанести в один слой. Вот. Ну и плюс не тратится время под кутикулу. Здесь только вот частично мы захватим. Так, берем еще один прямоугольник, рисуем. Всегда, когда рисуешь сверху предыдущего элемента, у тебя кисточка может спотыкаться. Поэтому учитывайте момент, что вот здесь вот на границе фона и предыдущего элемента, в данном случае оранжевый квадрат, у меня вот здесь вот кисть по границе может спотыкаться, где-то подтекать. Поэтому лучше хорошо просушивать фон и элементы, чтобы ничего по дисперсии не растекалось. Играет музыка. Спрашивайте, какой цвет у вас на ногтях? У меня цвет X коллекции New Generation. Вот он, 308. Причем, что самое удивительное, вот этот цвет, он когда находится рядом с другими цветами, он не смотрится таким каким-то уникальным, каким-то необыкновенным. А вот сейчас, когда я сделала маникюр, и вот даже вот сегодня я оделась, у меня голубой пиджак и вот такой персиковый топ, вот этот вот неоновый голубой, он просто роскошно смотрится. И все думают, что это какой-то новый цвет. На самом деле, это оттенок 308 из коллекции New Generation, но он так смотрится необыкновенно, потому что он у меня на ногтях один. Один, понимаете? Один такой самодостаточный, и он, конечно, очень роскошно смотрится. Поэтому, кто вот давно искал такой какой-то необыкновенный бирюзово-голубой, это вот этот цвет. Вообще, такой пигмент, который мы использовали в этом номере гель-лака, он очень редко встречается. И спрашивает, такие квадраты лучше на одном ногте делать? Да, такие квадраты, как вот задал сейчас вопрос Никита, лучше делать либо дизайн на двух ногтях, ну, во-первых, это и по времени много не займет, два ноготка дизайн сделать, либо вот как я сейчас сделаю, один перенасыщен элементами композиции ноготь, а второй вот такой достаточно простой. Видите, одна поверхность из квадрата и вторая поверхность из квадрата. Вот, еще раз повторю, чтобы сэкономить время, предлагаю вам делать дизайн только на одной руке. Дизайн делать только на одной руке. Причем для этого можно сделать дизайн только на двух пальцах, да, вот как здесь перегруженная композиция, да, и композиция, когда буквально два элемента. Большой квадрат, маленький квадрат и линия. Вот, а вторая рука у вас, может быть, просто будет покрыта вот так вот однотонно, зеленым цветом, без ничего. Потому что зеленый, вообще, он достаточно такой активный цвет, самодостаточный. Вот, и прям вот одну руку и предлагаю вообще без дизайна делать. Будет классно. Так, сейчас рисуем поперек еще квадрат. Такой активный цвет, кстати. Прям, кто любит красно-бордовые цвета, вот этот малиновый цвет, прям подойдет таким клиентам. Вот, сначала задайте параллели. Вот, нижнюю параллель, верхнюю параллель, чтобы у вас не заваливался, этот прямоугольник, квадрат. Вот, теперь можно чуть-чуть продлить, и нарисовать ему уже вертикальную боковую стенку. Вот, посидите, сделайте планшетку вот такой геометрии, и у вас рука будет поставлена. Особенно это касается мастеров с опытом. Вы прям, вот кто с опытом, ленитесь. Иногда у вас прям прокрастинация такая жесткая идет, неохота ничего делать. Хочется только покрытия, и бегите дальше. Вот, если вы вышли уже из этого состояния оленей, вам хочется все-таки творить, рисовать, вот, вам предлагаю на геометрии поставить руку, вспомните все, чему учились 10 лет назад. Сразу все вспомните. Задают вопрос про кисть. Какая кисть у вас? Сейчас еще раз покажу кисть. Это самая популярная кисточка. Опять дробь ноль. Темная синтетика. Все, и пару зелененьких квадратов, как раз, чтобы поддержать соседние ногти. Тоже, сначала задайте вот такие горизонтальные мазки, чтобы они четко попадали по направлению всей остальной композиции. Если боитесь, что не попадете, потому что это действительно сложно, сделайте такой хаос из линии. Вот у нас здесь есть вариант, когда не надо делать вертикально, видите, такой хаос присутствует. Видите, вот самой догадаться, очень сложно сделать вот такое сочетание оттенков. Но оно очень хорошо смотрится. Только потому, что мы с вами облегчили себе задачу, не стали ничего выдумывать. Мы просто с вами взяли в рамках одной коллекции цвета. И они тогда хорошо, прекрасно дружат друг с другом. Можно, конечно, цвета прям взять, как они идут у Малевича на картине. И прям вот четко подобрать, постараться вот именно такие оттенки. Есть прям совсем чистые цвета. Желтый чистый, красный чистый, зеленый и синий. Прям вот основные цвета. Можно даже вот такие яркие сочетания делать. Не все клиенты, конечно, готовы вот такую яркость носить в чистом виде. Поэтому мы сегодня делаем с вами ярко, но через вот такую базовую классическую коллекцию. Ковер-гео коллекция, она прям такая классика. Она содержит в себе базовые цвета. Смотрите, вопрос, надо ли как-то подготавливать поверхность перед тем, как рисовать. Я сейчас работала белым гель-лаком 001. У него очень сухая дисперсионная пленка, и поэтому специально я ничего не наносила на него. Я его просто просушила, и так как я рисую гель-лаком, то ничего специально наносить не нужно. Но, если, например, вы хотите рисовать М-пастой, это краска без липкости, вот, краска без липкости хорошо все-таки рисует не по дисперсионной пленке, а по поверхности без липкости, то в этом случае я беру обычно текласс. Перекрываю цветное покрытие теклассом и рисую. По желанию, по желанию можно текласс. Все, сделали. И прямые линии, это, конечно, самое сложное, что может быть. Вот в данном случае здесь черные линии прямые. Можно здесь себе немножечко облегчить задачу и взять шерамиконы. А вы знаете, что мы сейчас, наконец, перевыпустили белые и черные линии, потому что у нас одно время продавались только золото и серебро, а белые и черные мы не перевыпустили. Вот сейчас они вышли в новой упаковке и другого размера. Мы их уменьшили до очень маленького размера. Вы видите, какие малюсенькие, тоненькие, тоненькие линии есть. Смотрите, заходите в гугл, набираете «Казимир Малевич. Супрематизм». И выскакивает вот такое огромное количество его работ. А их очень много. Он за свою жизнь написал в беспредметной живописи. Просто делаете скриншоты, идете в ближайший магазин фото и распечатываете вот такие цветные фотографии. Удобно работать именно с цветными фотографиями. Смотрите. Не сидеть, смотреть в телефон, срисовывать, а именно работать с картинками. Так, перед тем, как приклеивать шермиконы, как всегда для шермикона у нас идет теклос, потому что это каучуковый топ, он очень резиновый. И к нему прекрасно не только наши декорации приклеиваются на липкой основе. Это для тех декораций, которые стикеры, которые ты взял и приклеил. Не размачиваешь ничего. Вот наш теклос прекрасно для этого подходит. Он прям такой резиновый-резиновый, такой каучуковый прям. Ну, каучук, в принципе, это резина, это одно и то же. Вот. И здесь то же самое. Предлагаю перекрыть тоже теклосом, чтобы приклеить шермикончик. Ну и вообще, если бы я планировала нарисовать сейчас эти линии, я бы все равно перекрыла. Потому что вот абсолютно прямые линии нарисовать легче уже по гладкой поверхности. Если бы я рисовала, мне бы вот этот квадрат, этот квадрат, этот квадрат мешал бы. У меня бы линия спотыкалась очень сильно. Вот. Поэтому в любом случае перекрываем теклосом. Будете вы рисовать эти линии или вы будете их приклеивать. Теклос. Ну, вообще, теклос это такой универсальный топ для дизайна. Мы по нему рисуем, мы на него втираем пигменты, мы его наносим, чтобы шермиконы 3D-стикеры приклеить. Вот. Теклос много где участвует в дизайне. Акварель. Все акварель. Акварель, трафаретную акварель, обычную акварель, гель-лаковую. Мы всегда выполняем с намешиванием теклоса. Вот. Ну, а как финиш, наверное, самый популярный сейчас топ у нас ультрашайн. Все-таки. Вот Аня тоже его хвалила. Очень многие любят именно ультрашайн. Поэтому, вот кто раньше работал теклос, теклос остался у них для дизайна. А для финального покрытия сейчас все-таки чаще стали использовать ультрашайн. Он вышел у нас сравнительно не так давно. Мы его продаем где-то год или полтора только. Так, теклос перед тем, как приклеивать шермякон, нужно прям пересушить 2-3 минуты. У него тогда такая классная поверхность. К нему тогда классно-классно приклеиваются стикеры. Хотя я могла бы эту линию нарисовать. Вот согласны? Чтоб я ее не нарисовала. Нарисовала. Но я просто знаю, что у многих с линиями проблемы. Если еще квадраты вы нарисуете, то линии это уже прям в стресс вводит мастера. Особенно если клиент сидит без конца в телефоне, дергает руками, то, конечно, таким клиентам очень сложно рисовать прямые линии. Итак, смотрим на экран. Сейчас идет такой вот прям супрематизм ярко выраженный. Прямо у меня перед глазами картины Малевича. Но при этом, смотрите, я использовала нестандартную гамму для супрематизма. В основном там всегда чистые шли. Желтый, синий, красный, зеленый. Либо сочетание синего, красного очень часто. Потому что один из самых популярных художников, кто рисовал в начале 20 века принты в стиле беспредметной живописи, как раз в стиле супрематизма. Это была Варвара Степанова. Я обожаю Варвару Степанову, потому что у нее очень крутые принты, которые до сих пор многие используют художники для вдохновения. Художники по тканям, художники по интерьерам, художники по каким-то декоративным отделочным материалам. Видите, линия. И самый часто используемый цвет. Вот у той же Варвары Степановой это был черный, белый, синий и красный. Видите, какие интерьеры могут быть нестандартные. Сейчас это очень даже имеет место быть. Классные геометричные принты. Как правило, если теклос для приклеивания шермиконов, то сушатся 2-3 минуты. Если, например, теклос под втирку используют пигментов, то сушат 15-30 секунд. Дальше, например, слайдер топ. Если его использовать как финиш, то 2-3 минуты. Если использовать его для приклеивания слайдеров, то 1 минута. Понимаете, тут смотря, что вы делаете. Если гель-лак, ну, гель-лак, окончательная просушка, тоже 2-3 минуты. Промежуточная просушка гель-лака может быть от 30 секунд до минуты, в зависимости от количества пигмента в цветном гель-лаке. Базы, базы, там, не знаю, любая, файбер-база, обычная гель-лаковая база. Промежуточная просушка может быть и 15 секунд. А окончательная просушка всегда 2-3 минуты. Вообще ли, какие материалы для моделирования жесткими гелями? Материалы для моделирования гель-лаком, покрытия гель-лаком, финиши, цветник. Все сохнет 2 минуты. Но я всегда сушу чуть больше, там, 3 минуты вместо 2 минут. Так. Можно дальше обыграть супрематизм. Смотрите, взять декорации. Когда мы вот такую сухую абстракцию добавляем, например, какие-то элементы флористики, или вот здесь вот элементы каких-то пиктограмм, элементы иероглифов, элементы компьютерного языка, вот такая какая-то матрица. Очень освежает дизайн геометрию, потому что геометрия, она, да, так суховато бывает, кто-то скажет, скучно. Если хочется, чтобы было чуть-чуть не скучно, можно дополнять дополнительными элементами в качестве декораций. Декорации прекрасно для этого подойдут, особенно вот новые декорации. Вот я обожаю вот этот Шермикон, причем он вышел и черный вариант. Смотрите, какой классный. Это номер 177. Вот я сейчас его добавляла. И обожаю Шермикон. Вот эту матрицу я называю, правда он там не как матрица. Это Шермикон номер 171. Вот его просто обожаю. Мы его сейчас добавили в базовую коллекцию. И если вы, например, купили, но мало вот этого Шермикона вам, обязательно осенью мы повторим этот Шермикон. Он будет продаваться еще до следующего года. Так, поэтому я сейчас предлагаю сделать вот такой вот вариант, когда сухую такую абстракцию, иногда где-то даже скучную, можно дополнить вот такими Шермикончиками. Издалека такой маникюр, он будет восприниматься просто малиновым, потому что я предлагаю вторую руку сделать просто малиновую. Круг тоже надо уметь рисовать. Это сложнее, чем квадрат, поверьте мне. Но если тренироваться, рука привыкает и начинает делать правильно. Вообще результат зависит от количества повторений. Сколько раз вы это повторили, сколько раз вы это отрепетировали. Потому что многие, вот особенно когда смотришь курс, базовый курс по росписи Азбуку Линии онлайн, что мне часто кураторы присылают какие-то комментарии, и когда, например, куратор попросил в третий раз перерисовать, многие начинают обижаться, психовать, почему у меня не приняли урок. Поверьте, всегда идеально и чисто, не с первого раза. Поэтому, если хотите, чтобы было так, как надо, перерисовывайте как можно чаще. Все, нарисовали круг. Здесь можно добавить два вот таких элемента асимметричных. Смотрите, они не требуют симметрии, очень легко повторять. Этот элемент, кстати, очень часто встречается в супрематизме. Вот он, видите, такой неровный квадрат, такая трапеция неровная, асимметричная. Так как гель-лак, в отличие от краски, он подтекает, здесь рекомендуется хотя бы секунд 15 промежуточно просушить элемент и рисовать следующий. А принесите мне, пожалуйста, набор красок классический. Я сейчас, так как время еще есть, предлагаю сделать вот такой яркий вариант абстракции с чистыми цветами, чтобы вы посмотрели разницу между сдержанной по цвету композиции и вот такой вот яркой композицией с использованием чистых цветов. Сделали. И обязательно сейчас дополним линию прямую. вот и принесите еще эмпасту, что ли, мне. Набор эмпасты. А, кстати, классический набор, вот он, эмпаста. Здесь только цветов нет. Здесь нет красного. Так, сейчас предлагаю линию не клеить. Да, вот мы сейчас до этого клеили. Давайте нарисуем. И вот чем я буду рисовать. Для этого я предлагаю взять набор эмпаста. Напоминаю, кто не в курсе, эмпаста это краска без липкости. Она у Эми густая. Вот, густая. Вообще не течет. Вот, очень хорошо для новичков. С одной стороны, конечно, новичкам густыми красками тяжело рисовать, да? Им проще жидкое рисовать. О, видите, сразу видно, почему краска самая популярная. Дайте мне black tar. У меня закончился цвет черный в наборе. И смотрите, вот чтобы такой густой краской рисовать, нужно обязательно перекрыть вот в этом случае теклосом. Так, смотрите, вот мы клеили до этого линия, а теперь давайте нарисуем. Кисть держится четко параллельно поверхности. Так, сейчас я думаю, как мне линию нарисовать. Вот так. Смотрите, я сначала прохожусь и вот таким легким движением делаю намек. Продолжение следует... Так, смотрите, мы сделали. Видите, за счет вот таких дополнительных шармиконов, а они очень модные, вот эта вот матрица, вот эти иероглифы, очень хорошо, вот такую скучную композицию. Видите, композиция из четырех простых элементов. Круг, две трапеции асимметричные, просто линия. И смотрите, как с матрицей смотрится прикольно уже по-другому. Вот, сейчас мы попробуем Малевича повторить теперь композицию яркую сделать. Вот вы скажете, что вам больше понравилось. Так, вывожу сейчас на экран, делаете фотографию. И попробуйте, например, вот такая композиция, тоже хорошая. Удобная тем, что не нужно выдерживать вертикаль и горизонталь. Видите, элементы геометричные, но располагаются асимметрично по диагонали относительно горизонта и вертикали. Так, все сфотографировали. Все. А теперь поработаем как раз чистыми цветами. То, как я очень часто вот в клубе провожу очень много прямых эфиров. Вообще, самые интересные прямые эфиры я провожу не на своем аккаунте, а для клуба. И там мы очень часто работаем вот таким окошечком. Возьмите любую бумажку, вырежете в ней примерную форму ваших ногтей. и ищем композицию подходящую. О, классная, да? Какой удобный лайфхак. Я им очень часто пользуюсь, когда провожу эфиры для клуба. Такой поиск композиции для мастеров, у кого нет художественного образования. О, вот, смотрите, как круто. Этот вариант сейчас мы сделаем. Все, фиксируем. Кладем вот так себе перед глазками. Смотрите, вот у меня уже готовый дизайн. И цвета будем использовать как раз из коллекции красок. Вот смотрите, вот чем отличаются краски от гель-лаков? Можно себе сделать небольшой блокнотик, распечатать себе всевозможные принты разные и вот так применять. Девочки, а дайте мне набор красок гелевых. Проще всего взять какой-то нейтральный светлый оттенок. Можно пастельный, можно молочный, можно просто белый. Так, вот так выглядят краски, базовый набор. Это краски с липкостью. Смотрите, видите, у нас два набора. Их очень легко отличить. На одном написано Эйми Классик набор красок гелевых. Это краски с липким слоем. Цветные гели по-другому. Вот, а сейчас вот я рисовала черная эмпаста. Это краска гелевая эмпаста. Это краска без липкости. Вот, а эти с липкостью. Так, я беру краску. Вот смотрите, чем же краски отличаются от гель-лаков. Краски, они более пастозные и более пигментированные. Вот, раньше, конечно, все работали только красками гелевыми и работали цветными гелями. Сейчас, так как на рынок вышли гель-лаки, все переключились на гель-лаки. Хотя, если сравнивать для росписи, то вот, например, та же абстракция иногда очень комфортно рисовать именно краской гелевой, потому что они плотнее ложатся и дают сразу плотный-плотный цвет. И самое главное, они не текут. Сейчас такой делаем супрематизм с чистыми цветами. Сушим. Black Tulip Black Tulip с липкостью черный. Этот цвет, кстати, также для отпечатывания фольги. Кто любит технику литья, это вот черный тюльпан. Краска, кстати, в отличие от гель-лаков схватываются быстрее. Промежуточная просушка у краски может быть 15 секунд. не всем гель-лаком это подходит. Он может скукожиться, не успеть сполимеризоваться. пятнадцатым. Встреча с Сушим и теперь берем краску гелевую синюю, она у нас таким красивым перламутром. Сейчас я прям копирую картину Малевича и цвета использую как подсказку для себя те, которые были у художника использованы в натуре на его картине. Очень комфортно все-таки красками рисовать. Вот я сейчас, честно, положа руку на сердце, редко использую краски. По привычке, так как покрытие выполняется гель-лаком, мне, конечно, быстрее взять гель-лак. Но комфортнее, вот я сейчас прям рисую линии, очень комфортно, они прям так лоснятся с кисточкой. Вот эти консистенции, они такие приятные. Конечно, вот, блин, я вот понимаю тех мастеров, кто до сих пор работает красками гелевыми, потому что действительно комфортно. И, кстати, краски гелевые выгоднее по цене, они стоят дешевле. Соответственно, себестоимость покрытия тоже дешевле. И самое главное, краски ложатся намного тоньше, чем гель-лаки. Согласны с этим? Особенно, если французский маникюр рисовать, белый, цветной, французский маникюр идеальный именно краской гелевым, а не гель-лаком. Так, ладно, отвлеклись. Так, черная красочка. Здесь у нас небольшой квадратик. Мне кажется, за всю историю наших онлайн-встреч я ни разу не читал такой вопрос. Срок годности красок. Срок годности всей продукции 3 года. Но даже у меня есть залежи коллекции, которые там выходили 10 лет назад. Они абсолютно рабочие, потому что в составе нет органики. И да, срок годности по факту уже вышел. Но красками очень удобно работать. Это, как, знаете, художественные краски. Налко Малевич, что его картины будут рисовать на ногтях. Но, опять же, смотрите, вот такой маникюр, геометрия через тему супрематизма, еще раз напомню, они подходят хорошо для гардероба, который выглядит как очень строгий, минималистичный, да, такой лаконичный в крое. Сейчас я покажу еще раз. Здесь как раз вот весна. Пишет, краской же нельзя покрывать натуральный ноготь. Если ноготь сделан с моделированием, с укреплением базой гель-лака, то, конечно, можно, можно краской покрытия делать. Смотрите, какой может быть образ вот под такой маникюр строгий. Да, это строгий покрой брюк, это строгий верх, да, это какие-то спокойные формы, которые идут без использования каких-либо принтов. И тогда это очень здорово, смотрите, будет сочетаться вот с таким маникюром, ярким, да, маникюр все-таки яркий. Я вам сейчас показала их в двух цветовых гаммах. Вот смотрите, когда такой строгий образ, строгий стиль гардлероба, маникюр может быть таким активным. Он может быть через тему вот такой геометрии. Просто я вам предлагаю делать, как одну руку вы делаете с дизайном, да, например, у меня два пальчика с дизайном. А вторая рука просто однотон, просто однотон. Это и быстро, и это стильно смотрится, на самом деле, когда дизайн, например, только на одной руке присутствует. Аня, а как ты считаешь, какие еще варианты компоновки дизайна на десяти пальцах могут быть? Подойди сюда, расскажи. Вот сюда только, вот здесь будет слышно. Что, что, что? С этими цветами? Не, не, вообще, вот в принципе, вот какие компоновки чаще всего сейчас? Вот если брать тренд, как компоновать ногти с дизайном относительно... Молодежный тренд. Конечно, молодежный. Тогда на всех ногтях разные, все ногти разные. Как можно больше разности дизайна. Уже вот этот тренд, когда было по два пальчика, вот это уже вообще неактуально. Блин, я рассказываю, что, смотрите, как классно экономит время. А, да? Сорян. Сорян. Не, ну это, да, есть, когда делается прям винегрет на все десять пальцев. А еще модно сейчас опять в тренде один и тот же принт на десяти ногтях. То есть, когда мы берем один принт и просто его повторяем на десяти ногтях одинаково. Помнишь, когда-то было это модно? Да. Сейчас это опять вот среди... Да, только по времени нужно заморочиться будет. Ну, если на элдрессы наклеить, на все десять пальцев шикарно будет. Чем отличается эмпаста от гелевой краски Эми? Эмпасту без липкости нужно перекрывать топом? Еще раз. Чем отличается эмпаста от краски? Эмпаста – это краска без липкости, она только для росписи. Ее покрытие нельзя делать. А краска гелевая с липкостью – это универсальный покрывочный материал от кутикулы до свободного края, французский маникюр и также роспись. Вот, крутой вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно быстро натренировать левую руку, чтобы рисовать на правой самой себе? Ничего, просто делать это чаще. Будете делать чаще, через год начнете хорошо рисовать себе левой рукой на правой. Я уже, я это не устаю всем повторять. Хотите результат? Этот результат только через количество повторений. Все хотят два раза сделал или один раз. И должно быть, как у Кати или как у эксперта на видео, прям один в один. И если не получилось, у человека просто вот, ну, расстройство. Вы настолько впадаете вот в это депрессивное состояние, что вы не хотите дальше ничего делать. Вы все бросаете на полпути. Скажи, что у тебя тоже не всегда все с первого раза получается. Ты так же сидишь ночами, выдумываешь, переделываешь и так далее, доводишь до идеала. Я так говорю, если бы вы видели мои работы, которые я делала 20 лет назад, они такие смешные. Несмотря на то, что у меня высшее художественное образование, это вообще не показатель красивой росписи на ногтях. Потому что, когда нас учат в институте художников, да, мы рисуем, как правило, очень крупные полотна, какие-то крупные поверхности. А маникюр это все-таки миниатюра. И когда художник приходит в маникюр, как я пришла в свое время, да, была художником, стала мастером маникюра и пришла в маникюр. Но, поверьте мне, я рисовала хуже, чем мои соратники по цеху в салоне у мамы, потому что сложновато было перестроиться на поперечный и продольный изгиб. Я привыкла к прямой поверхности, и мне пришлось очень долго привыкать. Поэтому повторение. Чем больше, тем лучше. Если у вас, например, куратор в онлайн-уроке просит в пятый раз перерисовать леопарда, линии, просто перерисуйте. Это только вам во благо. Так, все. Можно ли рисовать акриловыми красками? Ультрашайн беру для покрытия. Как я уже говорила, это самый сейчас популярный у нас финиш. Универсальный как для искусственных ногтей, так и для гель-лаковых ногтей. Акриловыми красками можно рисовать? Акриловыми красками можно рисовать, но для меня это прошлый век, потому что очень плохо финиши стоят на дизайнах. Особенно если очень много было использовано акриловой краски. Раньше мы мучились. Вот я вспоминаю свою молодость. Я рисовала французский маникюр акриловой краской. Я рисовала разбавленным лаком. Это был кошмар, потому что финиши вообще не стояли. Если я, например, делала китайскую роспись акриловой краской, я не говорю, что у всех клиентов, но у многих клиентов, если краска попадала в зоне торца, боковых валиков, финиш очень плохо носится. И я не понимаю, когда вот сейчас есть на рынке гелевые краски, есть гель-лаки, пожалуйста, вот рисуйте. Это единая структура тогда и с тем, чем выполнено моделирование, и с тем, что покрыто уже сверху. Это все гель. Понимаете? А когда вы используете акриловые краски, блин, ну я не знаю. В качестве экономии, когда вы только стартуете как начинающий мастер, да, окей, это может быть. Вопрос такой. А если после рисунка импастой еще дальше продолжаешь делать дизайн, типа стразов или шермиконов, как быть с покрытием? А, я пропустила опять. Просто писали вопрос, что импасту перекрывать ничем не нужно. И вот тут следующий вопрос. Если после рисунка импастой еще дальше делаешь дизайн, типа стразов или шермиконов, как быть с покрытием? Ничего, перекрываете импасту финишем и делаете стразы. Либо, если страз не очень много, импасту в этом случае можно не перекрывать полностью финишем, чтобы посадить стразы. Вы просто частично, где вам нужны стразы, делаете капельки. Ну, мы сажаем стразы на скульпт-медиум. Отличный вариант для страз для Макси. База. База Макси. А акварельными красками рисовать или лучше гелевыми использовать? Ну, смотрите, многие сейчас компании делают дизайн акварельными красками. У меня даже есть пара уроков, где встречаются, где я беру обычную акварель. Но это очень редко. Мы, например, акварель делаем, мы только имитируем этот эффект аквареля, мы его делаем гель-лаками. Просто до состояния водянистости гель-лак разбавляется. Получается очень красивый акварельный эффект. Но сейчас очень много техник есть. Именно нужна акварель. Именно нужна акварель. Но в этом случае, как правило, рисунок нужно располагать просто в центре. Тогда скалываться не будет. Вот. Акриловая краска, ее, как правило, так не разбавляют, как акварель. Она стоит хуже. Если именно прямо акварель, ленинградская, медовая, детская акварель, если вы будете ее сильно разбавлять и делать рисунок где-то в центре, таких техник очень много. Росписи сейчас. Это, в принципе, будет стоять. Так. Ну, я думаю, что на этом наш супрематизм закончился. Обязательно, кому эта тема интересна. И чтобы не ломать себе голову, где же взять вот эти идеи для абстракции красивых, я вам предлагаю в гугле забивать двух художников. Это Казимир Малевич, супрематизм и Василий Кандинский. Очень много интересных, разнообразных, получается, выскакивает картин, которые можно, как идею, взять для дизайна вашего маникюра. Всем большое спасибо за внимание.